Друзья, всем привет! На связи ITDoc. Начиная с iOS 16.3, купертиноцы добавили возможность настроить сквозное шифрование данных, которые хранятся в iCloud. Поэтому сейчас хочу вам показать, как на iPhone включить расширенную защиту данных в iCloud. А если вы хотите быть в курсе всего происходящего в мире Apple, тогда обязательно подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик и поехали! Да, друзья, заходите в наш телеграм-канал, ссылку сможете найти в описании под видео. Здесь вы найдете много чего интересного, в том числе решение любых проблем с iOS-устройствами. Итак, после включения расширенной защиты данных на iPhone, вся информация, которая передается в iCloud, будет защищена дополнительным шифрованием. Получить доступ к ней можно будет только через доверенный контакт или ключ восстановления. Как же настроить расширенную защиту данных iCloud на iPhone? Заходим в настройки, учетная запись Apple ID, iCloud, находим раздел «Расширенная защита данных» и внизу активируем «Включить расширенную защиту данных». На этой странице купертино предупреждает, что необходимо настроить способ восстановления учетной записи Apple ID на случай потери доступа к ней. Нажимаем «Настроить восстановление», выбираем один из вариантов, то ли создаем доверенный контакт или создаем ключ восстановления. Вы можете выбрать один из вариантов. В качестве доверенного контакта можно выбрать одного или нескольких пользователей iOS-устройств. Это могут быть друзья или родственники со своим Apple ID и дожидаемся их согласия. Создать ключ восстановления можно на одном из своих гаджетов, но затем потребуется позаботиться о месте его надежного хранения. Дальше подтверждаем включение расширенной защиты и вуаля! Теперь все данные, хранящиеся в облаке, будут надежно защищены. В таком случае специалисты Apple не смогут получить доступ к вашим данным, но и не будут иметь возможность восстановить файлы в случае потери доступа к Apple ID. Имейте это в виду! Друзья, вот так легко и просто можно настроить расширенную защиту данных на iPhone в iCloud. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Есть вопросы – пишите в комментариях. Или заходите в наш телеграм-канал. Поможем решить любые проблемы. Ребята, обязательно жмем на колокольчик, ставим лайк. Увидимся в следующем ролике. Всем удачи и пока!